1 апреля был опубликован федеральный закон, в котором были внесены изменения, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Этими изменениями ужесточена ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Ответственность установлена статьей 6.3 и привлекается по части 2. Согласно этим изменениям предусмотрены достаточно крупные штрафы. Я хочу зачитать. Для граждан штраф от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 150 тысяч рублей, ИП от 50 до 150 или административное приостановление деятельности до 90 суток, Юридические лица штраф от 200 до 500, либо приостановление деятельности до 90 суток. Все, кто в нарушении установленных нами правил и ограничений, если он не будет их соблюдать, то в рамках действующего законодательства может быть привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Если говорить о предприятиях, об учреждениях, связанных с образованием, на сегодняшний день в Республике Татарстан функционируют дежурные группы в детских садах в связи с необходимостью обеспечения возможности работы жителей Республики, которые осуществляют свою деятельность в системообразующих предприятиях, а также на предприятиях или в учреждениях здравоохранения, аптечных сетях и так далее. Уважаемые коллеги, вот срочное сообщение для вас. Посмотрите на аккаунт президента в Инстаграме. Он разместил сообщение, связанное с оплатой за детские сады. Ко мне поступает много обращений от родителей. Дал поручение правительству отменить абонентскую плату в детских садах во время нерабочих дней. Всем, кто уже успел оплатить за данный период, будет проведен перерасчет. Берегите себя и своих близких. Спасибо большое. Вот такая вот информация только что пришла. Вопрос остался сразу с ответом по результатам нашего с вами брифинга. Можно до сведения жителей Республики эту информацию с помощью вас уже сегодня довести это. На сегодня мы имеем 25 случаев подтвержденных коронавирусной инфекцией в Республике Татарстан. При этом я хочу отметить, что 21 случай из 25 – это завозной случай, и только 4 случая – это случаи, которые близкие контакты с зараженной коронавирусной инфекцией. Кроме этого, важным показателем является, что из 25 случаев заболевших граждан Республики Татарстан, 6 случаев из них – это бессимптомное носительство инфекции. Это 24%, как и в среднем, в общем-то, в Российской Федерации. Что важно знать для предотвращения распространения. От одного бессимптомного носителя новой коронавирусной инфекции, как правило, заражается один гражданин. Если у человека, зараженного новой коронавирусной инфекцией, есть клинические проявления этой инфекции, то, как правило, от него заражаются не менее трех лиц. За режим изоляции у нас было составлено 42 протокола. Это на вчерашний день, на утро. 42 протокола прибывшими и контактными лицами – это те, кто должен находиться на дому. И нарушение режима самоизоляции по гражданам, которые праздно ходят по улицам, без на то надлежащей причины, таких протоколов было составлено 356. По количеству тестов. Всего было сделано тестов 12,5 тысяч исследований. На первом этапе было проведено исследование только Центром гигиены и эпидемиологии. Далее, с учетом того, что требовалось расширение количества лабораторных исследований, были включены лаборатории Министерства здравоохранения Республики Татарстан. И на сегодня, кроме Центра гигиены и эпидемиологии, который делает по 500 исследований ежесуточно, работает лаборатория Министерства здравоохранения. Они нацелены на работу 1000 исследований в сутки. То есть на сегодня 1500 исследований ежесуточно мы можем делать. Кроме того, есть лаборатории, которые еще есть в резерве здравоохранения. Да, это когда мы будем иметь отсутствие роста случаев заболеваний на территории Республики Татарстан, либо мы достигнем снижения числа случаев на территории Республики Татарстан. Уважаемые друзья, есть регламент работы и проверяют, и работа с тем, с волонтерами, простите, работа с волонтерами, она осуществляется, кроме того, с имеющимися масками и с имеющимися перчатками и так далее. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты. В республике есть рабочая группа, которая занимается вопросом, связанным с устойчивостью развития экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ, Республики Татарстан, волатильностью рубля и ценой на нефть. Соответственно, все те задачи, которые сегодня вы обозначаете, они являются основными мероприятиями именно этой группы. А поскольку идет прирост новых случаев, в этой связи мы еще до пика не достигли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова